добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры дайте пожалуйста мне обратную связь как меня слышно и видно не слишком ли сильно включен микрофон может я смотрю зашкаливает немножко да приветствуем марии из германии я видел что у нас есть люди из риги людей не так много но тем не менее кто хотел тут пришел на мероприятие то есть слышно нормально ничего уменьшать не нужно да так друзья сегодня мы с вами будем говорить о компании skyway капитал вот и в принципе информация это стандартная два раза в неделю у нас проходят такие презентации по понедельникам и по четвергам в четверг 18 часов информация дается о компании skyway капитал о предложении которым делают инвесторам ну и конечно же нельзя пройти мимо мимо информации касаемой технологии которую компания skyway капитал своей деятельностью выводит на международный транспортный рынок технология которая инновационная транспортная технология которые ранее нигде не была применена и первую часть мы будем посвящать непосредственно этому потому что действительно все что мы делаем на сегодня задача компания skyway капитал основная это привлечение инвестиций с целью финансирования строительства тестового участка на котором будут продемонстрированы все три сегмента транспорта skyway skyway это небесные дороги в переводе с английского языка название данной технологии skyway получила где-то в тринадцатом году это получается три года назад итак друзья прежде чем перейти непосредственно к рассказу технологии буквально два слова о компании skyway капитал зарегистрирована на великобритании номер вы видите на данном слайде слева внизу компания является партнером группы компаний skyway по инвест проводящей системе здесь написано то есть по сути дела мы занимаемся привлечением инвестиций и тем самым способствует выводу нового инновационного транспорта который разработал анатолий дарыч юницкий на мировой рынок и очень важно то что компания skyway капитал переняла опыт компания рсв систем возможно среди вас есть те кто первые инвестиции делал непосредственно в рсв и платформа для привлечения инвестиций называется крауд инвестинг или народное инвестирование то есть данная возможность сегодня стать совладельцем технологий предоставляется гражданам проживающим в любой стране неважно какой возраст у этих людей до их социальный статус то есть каждый определяет сам насколько он готов принять участие в нашем проекте и на какую сумму он готов стать сегодня инвестор но могу сказать что по сути дела любому человеку предоставляется возможность стать крупным инвестором группы компаний skyway через компанию skyway капитал если вы еще будете использовать инструменты которые есть компания skyway капитал для увеличения вашего портфеля инвестиций какие мы с вами позже немножко об этом поговорим человек который является генеральным конструктором струнных технологий да струнные технологии если говорить о ней более широко это не только транспорт второго уровня о котором буквально через пару минут мы включим ролик вы посмотрите что из себя представляют технологии транснеп вот это также строительство мостов строительство взлетно-посадочных полос аэропортов и аэродромов строительство струнных портов это возведение высотных зданий здания коттеджного типа это же по струнных технология все это реализуется в нашем проекте потому что помимо hawaiqua дорог, речь еще будет идти о строительстве линейных городов. Этим тоже занимается Анатолий Дародичевницкий и конструктор, архитектор, сотрудничающий с нашей компанией. Итак, Анатолий Дародичевницкий, его можно назвать советским, российским, белорусским ученым, изобретателем, предпринимателем. Начал он разработку своей технологии, работу над ней в конце 70-х годов прошлого столетия. На сегодняшний день, по сути, работы ведутся уже на протяжении 39 лет, но, как показывает практика, то, что транспортные отрасли действительно наиболее консервативные, одна из наиболее консервативных, одна сторона вопроса, да, ну и 39 лет для внедрения транспортной технологии, в принципе, это далеко не самый большой срок, потому что многие вещи, которые сегодня кажутся нам обыденностью, вводились не одну сотню лет именно в транспортной отрасли. За время внедрения и разработки технологии SkyWay Анатолий Дародичевницкий руководил двумя проектами организации обменных наций, то есть эксперты данной структуры международной давали свои экспертные оценки, заключения, и на основании их заключения было принято решение дважды выделять денежные средства на внедрение технологии SkyWay. В 80-х годах Анатолий Дародичевницкий стал членом Федерации космонавтики СССР в 80-х годах 20-го столетия. У него более 140 изобретений, несколько десятков из которых сегодня применены на практике в целом ряде направлений развития промышленности и сельском хозяйстве. У него 19 монографий и более 200 научных работ. С большим объемом материала касаемо технологии, технических вопросов, экономических расчетов, аспектов, что из себя представляет технологии, большое количество видеоматериалов, вплоть до государственных контрактов, скажем так, в печатном виде, которые были заключены на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации, все это можно найти на сайте Анатолия Дародичевницкого, www.nitsky.com. То есть, если вы хотите, скажем так, докопаться до истины, ознакомиться вплоть до формул, расчета, скажем так, коэффициента аэродинамического сопротивления, ну и многое другое, вы все это сможете найти на сайте Анатолия Дародичевницкого. Был бы желание это искать. Три высших образования Анатолия Дародича, это инженер транспорта, патентное право изобретательства и третье образование в направлении проектирования и строительства высокных зданий, инфраструктурных сооружений. И все эти знания он использует сегодня, реализует в технологии. И как я вам говорил, технология, разработанная Анатолием Эдуардовичем, затрагивает, по сути дела, все сегменты транспортного рынка. Это грузовой транспорт SkyWay со скоростью до 120, километров в час, то есть перевозка грузов с такой скоростью. Это городской транспорт SkyWay от 50 до 150 и международный SkyWay со скоростью до 500 километров в час. То есть вот над чем мы сейчас работаем. Чтобы посмотреть и понять, что из себя представляет данная технология, кто-то из вас успел посмотреть ролик, который был непосредственно перед нашим вебинаром. Короткий двухминутный ролик о технологии Транснет о новом виде мировой паутины. Мировая паутина перемещения и перевозки грузов и людей. Это Транснет. Транснет, который впитает в себя все достижения и преимущества той мировой паутины, плодами которой мы сегодня с вами пользуемся. Это паутина называется интернет. Вы знаете, да, и с приходом этой технологии наша жизнь очень сильно изменилась. Во-первых, сам образ жизни поменялся, потому что благодаря технологии интернета мы с вами сегодня даже можем общаться. Я говорю из Москвы, вы находитесь в своих городах. Далее, появилось огромное количество возможностей, не выходя из дома, обучаться, переводить денежные средства посредством интернет-банкинга и много чего еще. Технология, которая называется Транснет, позволит нам прелести цивилизации, о которой я вам сейчас сказал, довести до удаленных уголков страны и планеты. То есть те места, которые сегодня считаются труднодоступными либо недоступными. Потому что в путевую структуру Skyway легко можно устроить и волоконно-оптические леднесвязи, и в удаленные уголки, как я сказал, земного шара довести высокоскоростной интернет. Можно встраивать высоковольтные линии электропередач. То есть, в принципе, все это реализуемо благодаря технологии Транснет. Мало того, с приходом этой технологии будет открыто большое количество высококвалифицированных рабочих мест. Что, в принципе, произошло и при внедрении технологии интернета. Появились новые специальности, на которые, скажем так, во многих направлениях сегодня трудятся многие миллионы людей, получают деньги благодаря тому, что тогда-то людьми, пионерами, такими как Стив Джобс, Билл Гейтс и много еще, несколько десятков людей, которые увидели перспективу развития сети интернет, сегодня круто изменилась жизнь всего земного шара. А те люди, которые на начальном этапе поверили тем самым Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу и вложили небольшие денежные средства в развитие их технологий, программ и устройств, которые сегодня выпускаются, стали очень успешными, богатыми людьми. Сегодня ситуация такая же. То есть Анатолий Дарвич Юницкий обратился к нам с вами, к обычным людям и предложил стать совладельцами технологий, которая будет использована, по сути дела, на территории всего земного шара, потому что перспективы использованы технологией Юницкого и объем транспортного рынка будет где-то 30-50% всего транспортного рынка, это будет технология Skyway. Те из вас, кто сегодня разберется в информации, станут совладельцами технологии, как я говорил, станут успешными, богатыми людьми. Итак, друзья, ролик о технологии Transnet, а после него мы поговорим кратко об истории развития струнных технологий, о том, что было за последние буквально два года и то, что проделано сейчас. Дальше перейдем с вами к предложению, которое сегодня делает компания Skyway Capital. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Transnet – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Transnet эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Transnet – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик, который вы сейчас видели, двухминутный, в принципе, дает первое представление того, что из себя представляет технология. То есть транспорт, который поднят над землей, причем высота эстакады, которую вы видели, может быть на уровне нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров подняты над землей. И технологии, как я вам сказал, разрабатываются на протяжении 39 лет. Данный слайд демонстрирует историю развития струнных технологий с 1977 года по сегодняшний день. Ее условно можно разбить на четыре этапа. Первый из них, ну, наверное, самый трудный, вы знаете, да, что ракета, например, запускаемая в космос, огромное количество своей энергии, большую часть своей энергии тратит на старт. Так, наверное, происходит с любым проектом и, в принципе, с тем проектом, который сегодня называется Skyway Capit, наверное, происходило именно то же самое. Итак, друзья, на первом этапе и первая заявка на изобретение, первой научной публикации, признание и получение гранта Советского фонда мира, первая научно-практическая конференция была проведена в 80-х годах в Белоруссии. Она была по теме внеракетного освоения космоса и по струнному транспорту в том числе. Именно в это время было получено и признание Федерации космонавтики СССР о перспективности разработки данной технологии. В середине 90-х по 2000-е второй этап развития струнного транспорта, тогда Анатолий Гардиевич работал в Санкт-Петербурге, у него была своя научная школа, было проведено большое количество испытаний продувок в аэродинамической трубе по приданию наиболее оттекаемой формы будущему подвижному составу, в первую очередь высокоскоростному. Именно в это время были продемонстрированы первые действующие физические модели разного масштаба. Именно в это время грант ООН был получен первый раз. Это на втором этапе развития технологий. И по сути на бумаге отработана была технология первого поколения струнного транспорта. Третий этап очень важный, потому что именно в этот промежуток времени, с 2001 по 2009 год, о технологии, разработанной Юницким, узнал практически весь мир. Потому что часто технология упоминалась в новостях и на центральных каналах телевидения в том числе. Были, скажем так, целый ряд тематических передач и на центральных каналах, и на региональных каналах телевидения. Большое внимание уделялось в прессе. Анатолий Бердович вместе с технологией и со своими коллегами принимал участие в целом ряде форумов, посвященных транспортной отрасли в первую очередь, развитию науки и техники. Именно в это время был получен второй грант ООН. В это время были заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. И в это же время технология была продемонстрирована президенту Российской Федерации. На то время им был Дмитрий Анатольевич Медведев. На госсовете в Ульяновске губернатор Ульяновской области предложил внести технологию, разработанную Юницким, в список критических технологий, которые просто необходимо развивать на территории России. Цель какая? В первую очередь свою транспортную отрасль улучшить, сделать ее совершенно другой, в отличие от того, что мы имеем на сегодняшний день. И второе, что потом обогнать весь земной шар и выйти с этой технологии на мировой рынок, как с экспортной технологии, которая будет идти с территории России. Народ, который был на данном госсовете, который, кстати, транслировался в прямом эфире на канале 224, вы легко можете найти эти ролики в интернете, на наших каналах в YouTube, на сайте того же Анатолия Дарыча Юницкого. Все это можно увидеть своими глазами. Медведев сказал, что это самое виновное инновации, и было бы здорово их развивать у нас, но сейчас кризис, вы знаете, денег нет. Найдете деньги, пожалуйста, занимайтесь. Хотя было принято решение и направлено, скажем так, петиция Минтрансу Российской Федерации, чтобы они изыскали миллиард рублей для того, чтобы развивать струнный транспорт на территории Ульяновской области в первую очередь. К сожалению, в течение 7 дней, в течение недели, появилась большая группа людей на территории подмосковного полигона. Это было в озерах. То есть предполагалось построить дорогу от озер до Москвы. И это там 100 с небольшим километров, жители озер могли бы очень быстро добираться до столицы. Что еще хотелось бы отметить? Во время существования полигона был отработан целый ряд методик, проведено большое количество испытаний в летнее и зимнее время, то есть как ведет себя эстакада, транспорт. Транспорт был, вы видите, да, ЗИЛ-131 на стальных колесах. Кстати, одно из основных преимуществ, то, что, скажем так, по стальной эстакаде будет передвигаться стальное колесо. Но, к сожалению, полигона не стало. Важно, что Анатолий Дардович не опустил руки, продолжал развивать проект, продолжал вести переговоры с различным уровнем административного ресурса Российской Федерации и других стран. Продолжал вести переговоры с людьми, у которых, скажем так, есть денежные средства немалые для того, чтобы они могли стать инвесторами в нашем проекте. Построить все-таки еще один участок и продемонстрировать еще раз, что из себя представляет транспорт Skyway. Кстати, на полигоне можно сказать, что была отработана технология второго поколения. К сожалению, все переговоры заходили в тупик. И, скажем так, в 2013 году, подумав, посовещавшись с коллегами, которые были на тот момент соратниками, было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатолия Городича Юницкого. Этим занимались независимые агентства и компании европейские. Технология была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. И на основании этой интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания Великобритании. И в конце 2013, в начале 2014 года к обычным людям, физическим лицам, таким, как мы с вами, обратился. Генеральный конструктор технологии. Он же сегодня является президентом группы компании Skyway. С предложением стать совладельцами технологии, потому что часть и долей собственности Анатолий Юрьевич передает каждому инвестору. И сегодня каждый инвестор может стать совладельцем технологии и в будущем получить очень серьезный доход. Либо от продажи долей компании, которые сегодня можно приобрести на выгодных условиях, либо в дальнейшем от прибыли, которую компания будет получать после строительства дорог в разных уголках земного шара, в виде дивидендов. То есть каждый будет делать свой выбор, как ему поступить со своими пакетами долей компании, которые он приобретает сегодня. В планах группы компании Skyway к 2017 году сделать так, что каждая отдельно взятая доля, либо акция, можно назвать ее в таком виде, будет стоить порядка одного доллара США. Сегодня акции приобретаются с большим дисконтом, с высоким уровнем доходности и стоимость одной отдельно взятой доли от нескольких центов до нескольких десятых долей центов. То есть каждый сегодня может приобрести, а к 2017 году это может стать доллар по мере строительства дорог в целом ряде уголков земного шара, по мере реализации технологии, вы понимаете, стоимость каждой отдельно взятой акции будет только расти. Вот с таким предложением сегодня Юницкий, группа компаний Skyway, компания Skyway Capital обращается к каждому жителю планеты, можно сказать и так, потому что инвестировать можно сегодня фактически с любой страны мира. и вот по информации начала прошлой недели у нас было 72 страны мира, из которых были инвесторы в компании Skyway Capital. Ну и для того, чтобы не быть голословным и продемонстрировать то, что был действительно тестовый участок, а сегодня, кстати, все наши действия при увеличении инвестиций направлены на строительство подобного, только он будет гораздо больше. Это будет технология четвертого поколения, которая будет продемонстрирована уже в ближайшее время. А это элемент истории, то, что было буквально... Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес, ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Давай! Струнная транспортная система, это очень удобная система. И доказательством того, является то, что я стою под грузовиком весом 12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать миллионы километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, это ролик, который демонстрировал существование полигона в подмосковном городе Озеры. То, что данная технология была продемонстрирована миру, вы даже в ролике увидели, что здесь ролик сделан с информацией с разных телевизионных каналов, центральных каналов. Там был и Вести, и ТВ6 когда-то был такой канал, если вы знаете. Канал Мир и так далее. Итак, друзья, во время существования полигона в подмосковном городе Озеры его посещало большое количество, скажем так, различных комиссий, международные делегации, которые приезжали посмотреть, что из себя представляет за диковинка в транспортной сфере. Так вот, на данном слайде вы видите небольшой перечень тех структур, комиссии которых давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озеры у Натуры Дарчевницкого. Это Институт проблем транспорта Российской Академии наук, Гострой России, Сибирское отделение Российской Академии наук, Российская инженерная академия, Петербургский государственный государственный университет путей сообщения и та же самая организация дневных наций, мы о ней с вами уже говорили на нашем вебинаре сегодняшнем. За время разработки технологий Анатолий Дарвич получил свыше 50 патентов на те ноу-хау, которые сегодня используются и более 40 различных международных дипломов, медалей, золотых кубков и наград. У нас буквально каждый день практически приходят инвесторы в наш офис, и многие хотят сфотографироваться своими руками и видеть премию, которая называется «Золотая колесница». Она была дважды получена Анатолией Дарвичем в номинации «Проект года» в транспортной отрасли. В принципе, те из вас, кто проживает в московском регионе, либо вывывает здесь гостем, у вас есть шанс дозвониться менеджеру отдела информационной поддержки, договориться посетить наш офис и увидеть все это своими глазами. Преимущества по сравнению с теми транспортными системами, которые мы используем на сегодняшний день, их гораздо больше, здесь выделены, наверное, основные 12. В принципе, никого для вас не секрет, что мы сегодня активно используем в своей повседневной жизни четыре транспортные системы, такие как автомобильный транспорт со всей его инфраструктурой, железнодорожный транспорт, грузовой и пассажирский, как бы скажем так, и дальнего следования, то есть это перевозки пассажиров на Междугородние, это и городской транспорт, электрички, метро у нас есть еще, да, который выделен в принципе в отдельный сегмент транспортного рынка, далее водный транспорт, который человечеству знаком не одну тысячу лет и воздушный транспорт, вертолет и самолет, причем опять же мы его используем как для перевозки грузов, так и для перевозки людей и для каких-то сельхозработ, например, да, потому что у нас есть авиация, которая на полях разбрасывает что-то, что позволяет нашему урожаю, который растет на полях, да, быть, наверное, больше, меньше страдать от вредителей и так далее. Итак, кратко буквально по преимуществам, которые есть у технологии, это низкая себестоимость строительства, оказание транспортных условий. Ну, я всегда привожу цифру экономную, например, на километре построенной дороги того же железа или металла от 500 до 750 тонн на одном километре, а в планах, кстати, построить в этом столетии не один миллион километров в дорогах, да, и начать заменять, скажем так, вот те автомобильные дороги, например, которые сегодня покрыли площадь на земле, равную 4-м в Великобритании. Низкое энергопотребление, минимальный землеотвод, то есть сотни раз меньше требуется отвода земли для того, чтобы построить трассу Skyway, чем обычную автомобильную дорогу. Высокий уровень автоматизации, то есть фактически человеческий фактор будет сведен к нулю. Высокий уровень безопасности, то есть данный транспорт будет в тысячу, а то и более раз безопаснее современного автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта. Но первая причина, потому что транспортные потоки людские будут разведены по уровням, транспорт будет ездить сверху и, соответственно, мы избежим огромного количества аварий и катастроф, которые как раз таки связаны с тем, что пересекаются люди, которые ходят по планете Земля, да, и транспорт, который по ней ездит. Каждое транспортное средство, если вы видели, кстати, передачу, но я хотел немножко позже заострить на это внимание, да, будет снабжено противосходным устройством, как говорил Виктор Бабуин на телевизионном эфире прошлый четверг по каналу «Беларусь-24», даже если, говорит, развернуть транспортное средство и так далее, оно не оторвется от транспортной эстакады. Высокие скоростные показатели. Я уже говорил, что грузовой транспорт до 120 км в час – это, в принципе, фантастика, потому что по РЖД сегодня скорость перевозки грузов меньше 9 км в час с учетом погрузки и разгрузки – это до 150 км городской транспорт при надобности такой скорости, да, или 500 км междугородным и международным. Минимальные эксплуатационные расходы, потому что данный вид транспорта, например, его считают все рельефным, все климатическим, да, и такие явления природы, как сильный дождь, туман, снегопад и так далее, практически никак не будут сказываться на передвижении транспорта. А сколько у нас энергии порой затрачивается зимой, да, так как вот Россия, например, находится в той климатической зоне, где более 60% территории вообще находится в зоне вечной мерзлоты, там 65, если не ошибаюсь. И если у нас зима, сильный снегопад, то фактически весь транспорт стоит. Здесь такого происходить не будет. И экономия денежных средств громадная. Как заявляет генеральный конструктор технологий Анатолий Дарочевницкий, единожды построенный эстакаду будет служить более 100 лет. Что мы с вами часто видим? Фактически центральные важные магистрали у нас каждые 2-3 года перекладываются, либо асфальтно их срезается, где-то каждый год это кладется, да. Железнодорожные ветки тоже, вот в Подмосковье, например, там раз в 2-3 года тоже перекладываются и так далее. Это огромные средства, это неудобство для пассажиров и прочее. Здесь всего этого происходить не будет. Отсутствие вредных воздействий на человека и окружающую среду, потому что этот транспорт относится фактически к экологически чистым видам транспорта. И ни одну транспортную систему, которая сегодня есть, мы такой назвать не можем. Не абсолютно безопасно, не экологически чистой. Кстати, если говорить о деньгах, то билет на передвижение в данном виде транспорта будет по своей доступности в 10 раз дешевле, чем то, что мы сегодня видим на железной дороге. Это тоже очень важно, потому что часто раньше я задавал вопрос, есть ли в вашем окружении люди, которые проживают от вас на расстоянии тысячи-полторы тысячи километров. Те, кого вы горячо любите, ваши родные, близкие, может быть, друзья, знакомые. У большинства людей такие люди есть. А на следующий вопрос, когда я говорю, как часто вы их видите, кто видит таких людей, ну хотя бы раз в год. Очень мало количества рук на живых презентациях, и мало кто в чате пишет, что они видят хотя бы раз в год. Раз в три года, раз в пять лет. Да, есть скайп, по которому можно пообщаться, но скайп не передает, наверное, все теплоты встречи с человеком, которым хотелось бы встретиться и поговорить. Данный вид транспорта, например, нам позволит передвигаться на расстоянии от Москвы до Питера, от Москвы до Казани, ну порядка за два часа. От Москвы до Минска, например, да, даже меньше, чем за два часа. Вы скажете, фантастика, а я могу сказать, что нет, вы знаете, практически реальность, потому что то, что у нас сегодня уже проделано, все ближе и ближе нас подвигает тому дню, когда мы продемонстрируем, что из себя представляет транспортская жизнь. То есть преимуществ гораздо больше, по каждому из них можно разговаривать, по большому счету, минут под 15-20, может даже по какому-то полчаса, но не цель этой презентации, потому что презентация, по большому счету, ориентирована для того, чтобы донести людям информацию, которые впервые, возможно, об этом слушают, что есть такой транспорт, что он разрабатывается, что есть возможность сегодня получить в недалеком будущем серьезный источник дохода. Итак, друзья, ключевым моментом 2014 года, а именно в январе 2014 года поступили первые инвестиции в проект SkyWay от физических лиц, стало открытие нашего научно-производственного предприятия в городе Минске, в Республике Беларусь. И 2015 год уже стал ключевым, потому что именно в 2015 году произошли следующие ключевые события. То есть в начале января был определен участок местности, за который было принято решение бороться, то есть на территории которого планировали строить экотехнопарк. То есть все три сегмента транспорта SkyWay, городской, грузовой и высокоскоростной, с целью демонстрации возможности данного транспорта, сертификации его и дальнейшего выхода на мировой транспортный рынок. Также в 2015 году, по сути дела, в конце февраля начала свою деятельность компания SkyWay Capital. Весной были конструктивные переговоры в Удненных Арабских Эмиратах и намечены, скажем так, целый ряд действий. Если все будет складываться так надо, мы продемонстрируем осенью, что из себя представляет данный транспорт на территории Республики Беларусь. Соответственно, высока вероятность строительства подобного участка на территории Удненных Арабских Эмиратов, вплоть до того, что возможно строительство двух дорог от аэропортов в Эмиратах до экспозиционного центра выставки Экспо-2020, который там будет проходить. Но это еще немножко впереди. Дай Бог нам все успеть сделать то, что мы наметили в этом году. Далее, в июле была закончена реструктуризация группы компаний SkyWay. Перерегистрация прошла на территорию Британских Иржинских островов. Мы перешли на работу с долларными пакетами. В июле прошел первый субботник на территории будущего Экотехнопарка. Именно в июле в конце начались, скажем так, первые изыскательские работы на территории Экотехнопарка. И в августе началось серьезное строительство дорог SkyWay в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина Горг. Важным этапом стала осень 2015 года, потому что осенью был получен международный инфекционный код ценной бумаги, так называемая СИМ. Это процедура, которая проходит практически все компании, акции которых сегодня котируются на крупных международных биржах. Осенью же, в сентябре, состоялся первый приезд специалистов из Австралии. Это Рот Хук, человек, который был министром транспорта Южной Австралии, экс-министр транспорта. Он разобрался в технологии, приехал познакомиться с Юницким. Его познакомили с конструкторами, он был на территории Экотехнопарка. Эта история, кстати, получила продолжение буквально 2-3 недели назад. Также осенью состоялась международная конференция. Был заложен нулевой километр дороги SkyWay, недалеко от города Марина Горко. И осенью группа компаний SkyWay приняла решение и был запущен новый инвестиционный продукт. Это возможность приобретения акций компании по рассрочке. То есть люди, обычные инвесторы, могут ежемесячно инвестировать незначительные суммы денег, а в итоге на выходе получать достаточно солидные, большие пакеты долей компании SkyWay Capital. Все это было принято в ноябре. Данный продукт, точнее данный способ привлечения инвестиций полностью подтвердил свою эффективность и укрепил мнение руководства компании, что решение было принято правильно. Сегодня у нас большое количество пакетов акций, которые вы можете покупать в рассрочку. И основной доход сегодня в плане привлечения инвестиций для реализации строительства Экотехнопарка в основном идет по рассрочкам. Это было в 2015 году. В 2016 у нас состоялось тоже уже несколько важных событий, но первая из них получила история продолжения общения Анатолия Даровича Юницкого и господина Медведева. Потому что в начале года Анатолий Дарович написал письмо, в котором поблагодарил Дмитрия Анатольевича, что он обратил внимание в 2009 году на госсовете на технологию SkyWay и написал, что ответ мы нашли и на ваш вопрос. А вопрос был следующий. Найдете инвестиции, найдете деньги точнее, пожалуйста, строите эти дороги, мы типа не против. Анатолий Дарович пригласил Дмитрия Медведева на территорию Экотехнопарка в Минскую область осенью этого года с целью своими глазами посмотреть и убедиться, что проделал на сегодняшний день. В принципе, что из себя представляет, по крайней мере, городской транспорт SkyWay, который будет в октябре месяце продемонстрирован у нас в Беларуси. Далее, 11 февраля 2016 года Министерство транспорта Российской Федерации, Экспертный совет при Минтранс признал технологию, разработанную Ницким, инновационной. А в марте месяце 25 числа Экспертный совет при Минтрансе признал ее перспективной. И, по сути дела, заключение данной структуры такое, что покажите нам осенью, что вы из себя представляете. И высока вероятность, что мы это будем строить на территории Российской Федерации. Я вижу, что вы пишете вопросы. Давайте я вам в конце вебинара на них отвечу. Важным мероприятием, которое ждет нашу компанию в этом году, и сегодня, в принципе, тоже направлено большое количество усилий в этом направлении, станет Международный форум транспортный, который пройдет в Берлине. Там будет более 2700 компаний. Он называется «Инотранс». Кстати, любой из вас может поехать в Берлин и, в принципе, купив билет, посетить данную выставку, посетить экспозиционный центр нашей компании. Важный момент то, что на данную выставку приглашение, скажем так, не мы выбивали где-то в высоких структурах, оно пришло из Берлина, из Евросоюза. И было сказано, что в категории транспортной инновации предлагается продемонстрировать технологию, разработанную в Ницке. Анатолий Гардович Ницкий принял решение в Берлине продемонстрировать две действующие модели транспорта Skyway, которые прямиком после Берлина поедут на территорию Экотехнопарка. И уже во время второго этого фестиваля, второй нашей крупной международной конференции, будет продемонстрирована действующая дорога городского транспорта Skyway. Все чаще информация о развитии нашей технологии появляется в средствах массовой информации. Здесь далеко не вся выборка, то есть тех информационных ресурсов, на которых давалась информация о технологии, о том, что Россия признала, о том, что в Беларуси сейчас разрабатывается новый вид транспорта. Дальше внимание данной технологии было уделено на территории Австралии. И вот, как я говорил, буквально три недели назад делегация во главе с Родом Хуком и специалисты еще, скажем так, из инженерных компаний, причем специалисты, которые занимались, как это называется, проектированием и строительством самого высокого в мире небоскреба на территории Арабских Эмиратов, они приезжали посмотреть своими глазами, что из себя представляет технология, познакомиться тоже с генеральным конструктором. Ну и очень многое то, что они увидели, их удивило. То есть они не думали, что на территории Беларуси во-первых, они ознакомились с Беларусью, увидели ее потенциал в сфере машиностроения, огромный, да. Во-вторых, они увидели, что проделано специалистами нашей компании в направлении разработки технологии SkyWay. Ну и данная делегация отправилась в Асфояси в июне месяце с твердым намерением и уверенностью продвигать этот проект. И уже на территории университета Флиндерс в Южной Австралии планируется строительство участка протяженностью 500 метров, то есть для перевозки студентов. Но, тем не менее, данный проект уже тоже можно отнести коммерческим. Большое внимание было уделено технологии в средствах массовой информации Австралии и на радио, и по телевидению, и в печатных изданиях. Кстати, если вы внимательно ознакомитесь с новостями развития нашего проекта, есть ролик, где Ротхук заходит в наше конструкторское бюро и достает газеты, в которых говорилось про технологии, разработанные Ницким, подписывают и отдает Анатолию Дарвичу. Также на данном слайде вы видите, скажем так, просто скан материала, то, что в четверг, в прошлый четверг, на канале Беларусь24, в передаче «24 вопроса», объектив конференция, Виктор Богорин, который является заместителем генерального директора и директором по развитию, и господин Зайцев, который у нас сегодня является, возглавляет одно из конструкторских бюро нашей компании, отвечали на вопросы корреспондента, что из себя представляет технология, и почему так развивается, и какие выгоды, и так далее, и так далее. В принципе, с этим тоже можно ознакомиться, зайти в раздел новостей, нажать на кнопку и даже посмотреть передачу целиком. Она занимает где-то 23 или 24 минуты. То есть средства информации говорят все чаще и чаще о том, что такое технология Skyway, что она может дать каждому человеку Белоруссии, миру в целом. В планах на 2016 год у группы компаний Skyway продемонстрировать полностью действующий транспорт городского сегмента. Это будет в октябре месяце, ближе к концу. Навесной и подвесной Skyway городской. Параллельно также сейчас строится легкая трасса Skyway, так называемые юнибайки. И параллельно будет осуществляться строительство грузового сегмента. Грузовой трассы Skyway тоже в навесном и подвесном виде. Там грузовые погрузочно-разгрузочные терминалы, те же самые анкерные промежуточные опоры будут возводиться с инфраструктурой, чтобы продемонстрировать, что из себя представляет грузовой Skyway. 2017 год это продление участка городского транспорта до 15 километров с целью демонстрации возможности высокоскоростного Skyway. Ну и вот у нас состоялось, как говорил, 23-24 апреля первый экофестиваль на территории Республики Беларусь. Было более 700 наших инвесторов, там по-моему из двух десятков стран. Первый день прошел на территории Экотехнопарка, второй день был на гостинице Пекин в городе Минске. То есть приезжало большое количество наших инвесторов, лично убедились, что на сегодняшний день проделан территория Экотехнопарка и посмотрели своими глазами, что проделан и так далее. И вы знаете, лучше, наверное, рассказ о технологии закончить тем, чтобы показать ролик, что у нас на сегодня сделано. Кстати, сразу хочу отметить, это новость где-то 27 июня. На этой неделе наверняка у нас появятся новые видео отчеты. Кстати, одна из обязанностей, либо задач нашей компании, которую мы перед собой ставим, это демонстрировать и освещать полностью, что происходит у нас в развитии технологии на территории Республики Беларусь. И сейчас я хочу включить ролик, который показывает новость Экотехнопарка. Как я говорил, ему где-то 7 дней. На этой неделе, возможно, будет более свежий. И на нашей презентации в четверг мы продемонстрируем, что же проделан на сегодняшний день. Итак, репортаж из Экотехнопарка и дальше уже... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Для того, чтобы вы не сомневались, где мы сегодня находимся, вот паспорт объекта, возле которого мы стоим, как сказали бы в советское время, идя навстречу многочисленным просьбам трудящихся, которые, ну имеется в виду наши инвесторы, наши партнеры, которые высказывают волнение в связи с тем, что давно уже не было репортажов из Экотехнопарка и даже некоторые пишут, а не закапываете ли вы его обратно? Сегодня в своем репортаже мы покажем, что нисколько не закапываем. Отнюдь нет, то есть. Но обо всем по порядку. Следуйте за нами на территорию стройки. Я думаю, вы уже достаточно насладились этим прекрасным видом легкой линии, по которой вскоре будут ездить юнибусы. А пока здесь идет сооружение двух анкерных опор, а также установлены 15 опор промежуточных. Вот, в частности, мы проходим мимо одной из них. Прямо за нами, вы видите, идет сооружение второй анкерной опоры легкой линии Skyway. Уже подвезено все необходимое оборудование и производится в данный момент монтаж арматуры. То есть, идет армирование перед заливкой. Только что мы с вами стали свидетелями доставки ко второй анкерной опоре легкой линии Skyway, анкерных болтов и закладных деталей. Я думаю, не надо долго рассказывать, что это за приспособление и в чем будет заключаться их функция. Огромное усилие, та нагрузка, которая будет приходиться на вторую анкерную, будет закреплена с помощью этих устройств. Ну и видите, что работа кипит на всей территории Экотехнопарка. В данный момент мы находимся возле второй анкерной опоры легкой линии. И здесь, как вы видите, происходит армирование, подготовка для ее бетонирования. А в данный момент мы возле первой анкерной опоры легкой линии Skyway, по которой, напоминаю, будут ездить ленибусы. Вы видите ее степень готовности. Много описывать не надо. Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только что сюда же завезли анкерные болты, вот там они разгружены, и закладные конструкции, аналогичные тем, которые вы уже видели на второй анкерной опоре. Совсем недавно началось строительство второй анкерной опоры, первая линия именно городской, и разгонного участка высокоскоростной. И вы посмотрите, как уже далеко продвинулась стройка. Мы специально выбрали время обеденного перерыва, чтобы было хотя бы потише, потому что все очень громко, и нам показалось, что комментарий в кадре будет интереснее, чем закадровый текст. Так вот, уже окончено бетонирование стен второй анкерной опоры на высоте 2,5 метра, и производится сегодня установка арматуры на высоту 6 метров 10 сантиметров. Мы с вами находимся возле транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с первой анкерной опорой. Это городская и высокоскоростная трассы. Анкерная опора сама почти готова. В данный момент идет укрепление грунта для бетонирования фундаментной плиты пристройки, где будет располагаться лестница, соединяющая между собой все три уровня данного сооружения. Итак, друзья, данный ролик продемонстрирует то, что на территории Экотехнопарка каждый день ведутся строительные работы. Помимо всего прочего, помимо того, что происходит в Экотехнопарке, большой объем работы происходит на предприятиях, на которых размещены заказы на необходимое оборудование, узлы, агрегаты, которые будут нужны для того, чтобы все это продемонстрировать на территории Экотехнопарка. Ну и лично Анатолий Дуазович осуществляет свой авторский контроль. Теперь, друзья, переходим к предложению компании SkyWay Capital. Вы видели, наверное, многие прочли эту миссию. Тот, кто бывал часто на наших вебинарах, мы раньше озвучивали. Задача компании SkyWay Capital, как вы поняли, это привлекать инвестиции. То есть инвестиции нам нужны в первую очередь для финансирования строительства того, что вы сейчас видели на своих экранах в ролике, который озвучил господин Кириченко. Система привлечения инвестиций, мы с вами уже это озвучивали, это краудинвестинг, либо народное инвестирование. То есть по вашим возможностям вы сами принимаете решение, на какую сумму вы готовы стать совладельцами технологии компании SkyWay Capital, какое количество удаленных компаний приобрести и так далее. У нас есть возможности фактически для людей и разного возраста, и разного, скажем так, места жительства, и разных финансовых возможностей. То есть неважно, к какому социальному слою вы сегодня относитесь, вы можете в ближайшие 2-3 года очень сильно изменить лучшую сторону свою финансовую составляющую жизни. Результатом нашей деятельности, конечно же, станет выведение, как у нас в планах 2017 года, данной транспортной технологии на мировой транспортный рынок. Задачи, которые мы перед собой ставим, они достаточно просты, с одной стороны, если их озвучить, но очень много работы делается вокруг того, чтобы это было выполнено. Первое, конечно же, привлечение максимального количества инвесторов в нашу технологию на базе микрофинансирования. Как я вам говорил, сегодня человек, владеющий тысячами рублей, которые он может безболезненно проинвестировать куда бы то ни было, то есть он может приобрести на эти тысячи рублей пакет из 500 с лишней маткой компании Skyway Capital, после этого, скажем так, делать простые шаги, какие мы с вами поговорим впереди, и стать крупным инвестором в проекте компании Skyway Capital, в будущем получать очень серьезный уровень дохода. Кстати, сегодня инвестиции в проект Skyway Capital, это именно те инвестиции, которые в своих выступлениях, в своих обучающих материалах, вебинарах, семинарах, говорят Роберт Киосаки, Бода Шефер, еще огромное количество людей, которые занимаются обучением людей финансовой грамотностью. То есть компания Skyway Capital продвигает перспективную технологию, которая в ближайшее время будет реализована в огромном количестве адресных проектов, соответственно, это принесет серьезный доход. То есть инвестируем денежные средства на начальном этапе в молодые развивающиеся компании, акции, которые в ближайшее время будут котироваться на биржах и можно получить, как говорится, основную прибыль. Как правило, такие инвестиции делают люди, которых мы сегодня называем миллиардерами и мультимиллионерами. Вот такая возможность есть сегодня у каждого из нас. При своей работе мы на себя берем обязательство создать максимально благоприятные условия для каждого нашего один взятого инвестора, чтобы вы могли совершенно спокойно разобраться в информации, что вы представляете из себя и технологии проект компании Skyway Capital и практически не выходя из дома, имея устройство для подключения к интернету и сам интернет, стать владельцами того пакета долей компании, которую вы сами выберете в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. И, конечно же, наша задача максимально информировать вас о развитии, как я говорил, проекта группы компании Skyway и компании Skyway Capital и обеспечить максимальную прозрачность и простоту тех действий, которые можете делать вы. Ну и, соответственно, то, что делаем мы для того, чтобы данная технология была реализована в ближайшее время. Условно, опять на четыре части можно разбить успешность реализации проекта группы компании Skyway, компании Skyway Capital. Сегодня самое важное – это своевременное финансирование каждого отдельно взятого этапа из 15-этапного плана развития группы компании Skyway. Мы сегодня находимся на седьмом этапе. Каждый этап имеет определенное количество работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы мы не выбивались из графика. И, соответственно, эти работы должны быть оплачены. То есть нам необходимо привлекать определенную сумму денежных средств для реализации тех работ, которые предусмотрены на каждом этапе. При переходе, кстати, с этапа на этап и внутри этапов, у нас было внутри пятого этапа и шестого этапа, меняется дисконт, уровень доходности по пакетам. Почему? Да потому что с каждым днем у нас все менее и менее инвестиции в проект группы компании Skyway через компанию Skyway Capital считаются рискованными. То есть рисковость вложенных денежных средств с каждым днем становится меньше. Соответственно, те люди, которые пришли первыми, они рисковали более всего. На первом этапе инвестиций в наш проект уровень доходности составлял на малом пакете от 250 раз и до 1500 раз. Сегодня минимальный уровень доходности на минимальном пакете это 36 раз, максимальный 350. Можете сами посчитать, сколько раз снизился уровень доходности по нашим пакетам. При переходе на 8 этап он станет еще ниже, на 9 еще ниже и так далее. Конечно же, самым важным пунктом сегодня является строительство экотехнопарка. В дальнейшем уже, когда будет собрана вся необходимая сумма для реализации того, что задумано показать и сделать на территории центра демонстрации и сертификации недалеко от города Марины Горка, дальше уже будет создание адресных проектов компании Skyway Capital и люди смогут принимать участие в каждом отдельно взятом адресном проекте. На этом начальном этапе будет предложено вкладывать какую-то сумму инвестиций. Конечно же, в дальнейшем это все в итоге приводит к получению прибыли. То есть, как я говорил, компания зарегистрирована в Великобритании. Стать инвестором нашей компании может человек, проживающий на территории практически всего земного шара. Важно, что приобретая акции компании Skyway Capital, вы становитесь совладельцами основной технологии. В конце каждого месяца наша компания передает сведения о своих акционерах основному реестру держателю, вас заносят список в основной реестр и через короткий промежуток времени у вас появляется возможность скачать выписку из реестра, где будет показана информация, что вы являетесь владельцами, какого количества акций, диапазон числовой этих акций и так далее. У нас сегодня реализована круглосуточная информационная поддержка с сайта и из личного кабинета. Вы можете зайти, нажать на панельку справа, у вас выяснится окошко и в нем писать любые вопросы, течения, которые у вас есть. Как разобраться в технологии, так и, скажем, вплоть до работы сервиса, который встроен внутрь личного кабинета. Капитализация ваших денежных средств в ближайшие 3-5 лет является достаточно высокой, до 5000% и более, в зависимости от пакета, который вы приобретаете. То есть, приняв участие в нашем проекте, став совладельцами технологии, в будущем у каждого из вас есть возможность получать доход и в виде дивидендов от прибыли, которые будет приносить компании строительство дорог и технологии юнистского. И вплоть до того, что вы можете продать какую-то часть пакетов, либо полностью все пакеты акций, когда их цена будет стоить доллар, либо выше. А сегодня вы покупаете за несколько центов каждую одну из этого акций. И, по сути, помимо всего прочего, вы, уже сегодня, можете создать себе источник дохода, не дожидаясь выхода группы компаний SkyWay на международный рынок со своей транспортной технологией и на международный рынок инвестиций. Благодаря партнерской программе, которая у нас есть. Иногда люди говорят, что партнерская программа, что это такое? По сути дела, это информационная деятельность, если вы сами разобрались с технологией, если вам не безразлично, будет ли данная технология реализована или нет, если вы верите в то, что в ближайшее время данный транспорт изменит круто жизнь всей планеты в целом, вы можете эту информацию давать своему окружению и благодаря вашей информации у нас могут появляться новые инвесторы. Вот на эту деятельность компания готова вам выплачивать вплоть до 20% от суммы тех инвестиций, которые вы можете привлекать в наш проект. Более подробно по партнерской программе, как правило, мы говорим на вебинарах по вторникам и пятницам, поэтому смотрите за расписанием, где его найти я покажу на нашем вебинаре немножко позже, буквально через несколько минут. А здесь кратко скажу, что даже став инвестором на такую незначительную сумму, как 15 долларов США, вы можете, скажем так, стать и владельцем крупного пакета и при этом зарабатывать деньги по партнерской программе. Как я сказал, до 20% вы можете получать от суммы привлекаемых инвестиций, достаточно большая глубина, с которой вы можете получать процент, он, конечно, не 20%, но тем не менее. У нас нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете пригласить следом за собой в наш проект, то есть это может быть 10, 100,000, неважно, сколько бы людей ни пришло по вашей рекомендации, вы будете за это вознаграждены. И сегодня бонусное вознаграждение у нас выплачивается на так называемый бонусный счет, начисляются денежные средства за вашу работу. Но компании продолжают еще дарить подарки, у нас есть так называемый акционный счет, деньги из которого вы можете использовать только на приобретение пакета долей компании Skyway Capital. Соответственно, если вы даже проинвестировали наш проект в незначительную сумму, но активно принимаете участие в партнерской программе, и у вас идет товарооборот в вашей структуре, и вам идут денежные начисления, вот с того самого акционного счета вы можете приобретать пакеты акций из стандартного прайс-листа нашей компании. Я покажу буквально через пару слайдов, как он выглядит, вот, и становиться, и ваш портфель инвестиций в нашем проекте все будет расти и расти. На выходе, к моменту реализации технологии, вы можете стать крупным инвектором нашего проекта. Задача партнерской программы – привлечение до 300 миллионов долларов в ближайшие два года в реализацию нашей технологии. По бизнес-плану компании, кстати, было посчитано, в связи с теми ноу-хау, которые продолжают появляться в реализации технологии, нужна сумма уже на сегодняшний день – порядка 240 миллионов долларов США, для того, чтобы все это было запущено, все это было продемонстрировано, сертифицировано и так далее. Также, благодаря партнерской программе, у нас есть целый ряд региональных лидеров, у которых есть дополнительные бонусы и вознаграждения, если они берут на себя ответственность, знакомить людей в своем регионе с возможностью, которую предлагает компания Skyway Capital, структурировать бизнес, организовывать мероприятия и так далее. И таких людей уже сегодня несколько десятков, список целого ряда из них вы можете найти у нас на странице сайта в разделе «Региональные лидеры», там где у компании. В дальнейшем та же партнерская программа будет использована при создании адресных проектов, а в целом, по большому счету, идет оптимизация всех бизнес-процессов для максимального привлечения инвестиций в проект компании на сегодняшний день. На данном слайде вы видите стандартный прайс-лист, о котором я говорил. От 15 долларов до 150 тысяч долларов вы можете проинвестировать в наш проект. Уровень доходности либо дисконт расположен в третьем столбце. В личном кабинете каждого партнера вы можете найти данную таблицу. Как приобрести пакеты компании, какие действия нужно произвести, чтобы стать совладельцем пакетов, мы показываем по средам на вебинаре в 17 часов по информации, что и где у нас находится в личном кабинете. Здесь я добавил и следующее. Смотрите, пакет стоимостью 15 долларов, это порядка 900 с лишним рублей, ближе 1000. На выходе вам даст 540 акции компании Skyway Capital. Как я говорил, к 2017 году цена каждой отдельно взятой акции предполагает, что будет стоить 1 доллар США. То есть сегодня вы инвестируете 15, на выходе 540. Вы можете в процессе развития нашего проекта, участия в нашем проекте, покупать те пакеты, которые считаете нужным. Все это будет плюсоваться, количество долей компании в вашем кабинете и у вас будет расти. Каждый последующий пакет, который вы видите здесь на слайде, он больше по номиналу стоимости, но и уровень доходности вы видите на каждом последующем пакете выше, чем на предыдущем. Чем больше пакет компании вы сегодня приобретаете, тем больше на выходе вы в итоге будете иметь. Это, как я сказал, стандартный прайс-лист, который вы легко можете найти в личном кабинете партнеров. Далее у нас есть пакеты, которые можно назвать акционами, на которых есть наибольшая выгода, чем просто из стандартного прайс-листа. Это пакет, называемый на транс, то есть он привязан к выставке, которая будет в Берлине. То есть, если вы готовы приобрести пакет стоимостью 1000 долларов, вы можете выбрать этот пакет сразу разовая оплата и уровень доходности у вас здесь будет 235. Соответственно, на выходе 235 тысяч акций. Если вы в течение небольшого промежутка времени до месяца приобретете себе еще один такой пакет, следующее начисление у вас будет в количестве 270 тысяч акций. Если вы и третий раз будете после второго меньше, чем за месяц приобретать пакет за 1000 долларов, то у вас уровень доходности может быть 290. И четвертый, если раз вы это сделаете, будет 300. В итоге вы за 4000 долларов приобретете пакет более миллиона акций компании Skyway Capital, что на выходе вам даст приличную сумму. Представьте себе, что каждая отдельная доля копируется как 1 доллар США. Далее у нас есть крупные пакеты, они были включены где-то месяца полтора в наш прайс-лист по просьбе наших партнеров, которые проживают в развитых странах на территории Западной и Восточной Европы. Стоимость этих пакетов от 5000 до 50 тысяч долларов США. Наполнение от 1 миллиона 400 акций за 5000 долларов и до 16 миллионов 750 тысяч акций, если вы готовы проинвестировать наш проект на сумму от 50 тысяч долларов США. Каждому, кто покупает данные пакеты, еще будет возможность предоставлена принять участие в акции и посадить дерево на территории экотехнопарка осенью этого года. Если вы приобретаете данный пакет, то у вас есть полное право приехать и посадить именное эксклюзивное дерево. Буквально два дня, то есть по сути дела с сегодняшнего утра у нас действуют два пакета в рассрочку, называемые малыш или студент. То есть вы можете приобрести пакеты акций на своих детей. Разница в этих пакетах вы видите по уровню доходности, то есть пакет, который стоит 65 долларов, у него свой уровень доходности, пакет, который стоит по 50 долларов, ежемесячно у него, скажем так, свой уровень доходности, дисконт. Если вы готовы ежемесячно платить по 65 долларов на протяжении 9 месяцев, соответственно, вы можете получить от компании Skyway Capital 100 тысяч 35 акций. Если вы в течение этой выплаты, этой рассрочки делаете в течение какого-то одного из двух месяцев двойной платеж, а двойной платеж это приобретение, оплата, например, не 65 долларов, а 130 долларов в течение 24 часов. То есть заказали один пакет и в течение 24 часов, если вы оплатили еще раз по рассрочке, соответственно, вам начислиться еще 30 тысяч акций. И если вы закончите, скажем так, срок без каких-либо проблем выплаты этой рассрочки, то тому, кто ее оплачивал, еще 5000 акций будет подарено. Соответственно, на пакете студент все выглядит следующим образом. Вы получаете 242,5 тысячи акций на ребенка, на которого вы оформляете. Если делаете двойной платеж, добавляется еще 85 тысяч акций. И 10 тысяч акций, если вы являетесь добросовестным плательщиком и все выплачиваете в срок. Суммарно это получится 337,5 тысяч акций за 1350 долларов США. Дальше у нас есть пакеты в рассрочку. Наши стандартные пакеты, которые действуют достаточно давно, называемые старт-сеньор-стабильный бизнес. Это ежемесячная плата 25, 50, 100 и 200 долларов США. У каждого из этих пакетов есть свой набор, свое количество акций, которые вы получаете. И также, если вы делаете двойной платеж, то вам дополнительно будет на бонусный счет, точнее, вам дополнительно будет начислен бонус 9 тысяч, 21 тысяча, 60 либо 144 тысячи акций, если вы приобретаете пакет бизнеса. И также для рассрочки есть крупные пакеты от 500 долларов в месяц до 5 тысяч долларов в месяц. И вы видите дисконт, уровень доходности. На пакете, где вы готовы оплачивать 500 долларов США ежемесячно, суммарно это 5 тысяч, на выходе вы получите тысячу, 1 миллион 350 тысяч акций компании Skyway Capital. На максимальном это опять же те же самые 16-250, то есть если вы готовы 10 месяцев по 5 тысяч платить, либо заплатить сразу 50, у вас будет на выходе то же самое количество акций. Итак, коллеги, это те пакеты акций, которые действуют сегодня. То есть внимательно следите за новостями, внимательно следите за нашими промоакциями, которые у нас бывают, потому что у нас бывают очень выгодные пакеты, появляются и не исключен вариант, что там на протяжении седьмого этапа развития группы компании Skyway, либо на восьмом этапе будут еще какие-то пакеты, которые вы можете приобрести и условия на них будут более выгодны, чем те, которые мы сейчас видели. Но по крайней мере пакеты, которые вы приобретаете в рассрочку и пакеты, которые у нас выделены в акционы, уровень доходности по ним выше, чем в стандартном прайсе системе. Для работы по партнерской программе у нас существует целый набор инструментов. В разделе инструменты партнера это план вознаграждения, который отказан здесь, и вы можете скачать описание его и слайды для того, чтобы самим делиться информацией своим окружением. Реферальные ссылки, которые вам будут доступны только после того, как вы подпишете партнерский или агентский договор. Вы заходите в раздел инструменты партнера, у вас высвечивается баннер, что данный раздел доступен только тем, кто подписал договор и будет предложено его подписать. Вы с ним знакомитесь, соглашаетесь с условием, подписываете. После этого главный инструмент для того, чтобы вы зарабатывали деньги по партнерке, это реферальные ссылки вам становятся доступны. Далее, у нас есть баннеры для тех, кто нормально и надежно плавает в интернете, кто знает, что такое инфобизнес, для тех людей, у которых есть свои интернет-страницы в виде сайтов, блогов, страниц соцсетей, там бывают страницы отдельные, то есть варианты, то есть тех страниц, где можно размещать HTML-код. У нас более 60 видов баннеров различного размера. Вы можете скопировать HTML-код, который вы посчитаете нужным, ведущий либо на официальный сайт, либо на вагин партнеров, предварительно выбрав внешний вид этого баннера, разместить его на своей странице. И, по сути дела, это 24 часа стоящая, меняющаяся, моргающая картинка, привлекающая людей. Если люди переходят по этому баннеру, кликают, они выходят либо на официальный сайт, либо на вагин партнеров, знакомятся с информацией. Если нажимать кнопку «Регистрация» и проходит регистрация, то это ваши реферальные партнеры. Таким же образом работают инструменты из раздела «Новости личного кабинета». В разделе «События» у нас есть «Новости». Все новости отражаются в этом разделе. Если вы зарегистрированы в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Одноклассниках, либо в Моем мире, вы можете любую понравившую новость разместить на своей странице. Все, кто у вас находится в друзьях, в тех группах, где вы есть, получат информацию, что вы разместили интересную информацию. Перейдя по этой новости, ознакомившись с ней, перейдя на страницы нашего сайта, если после этого перехода осуществляется регистрация, это ваши опять же реферальные партнеры, потому что к этой новости прикреплена ваш реферальный сайт. Используйте эти инструменты. Вы знаете, работает. На прошлой неделе сюда к нам приезжал офис инвестор из Подмосковья, и она рассказала, что разместила вот эту картинку баннера у себя на интернет-странице, и у нее более 20 человек за очень короткий промежуток времени зарегистрируешь в поднимках реферальные партнеры. Мало того, когда у нас реферальные партнеры появляются, регистрируются, там есть данные, электронный адрес, телефон, она по ним может связаться, узнать, по какой причине люди зарегистрируются, чем им помочь. И таким образом у нее могут появиться инвесторы. Соответственно, она заработает деньги. К инструментам у нас относятся подобные презентации, вебинары по тематике партнерской программы, череда еще целых обучающих мероприятий, которые проводят лидеры, развивающие и бизнес нашей компании, и те, кто, скажем так, хорошо разбирается в технологии. У нас по понедельникам и по воскресеньям Александр Монков подробно знакомят с технологией, по средам то же самое. У нас есть мероприятие для лидеров, которые проводят Инета Анжера и Ирина Волкова. В общем, следите за расписанием вебинаров, которые вы видите в разделе «Расписание вебинаров в личном кабинете» в разделе «События». У нас по каждому мероприятию можно кликнуть мышкой, ознакомить, кто ведущий, скопировать ссылку и зайти на это мероприятие и получить информацию. Как я говорил, на наших сайтах реализована круглосуточная техническая поддержка. У нас работают грамотные квалифицированные специалисты и как на странице сайта, так и личного кабинета вы можете нажать на панель и задать вопросы специалистам нашей технической поддержки. Если вопросы простые, то на большинство из них найдется ответ. Если они сами не могут решить, разрешить какую-то ситуацию, они оформят заявку и уже специалисты той службы нашей компании, которая должна решать эту проблему, будут заниматься решением этого вопроса. В целом, по сути, это та информация, которую я хотел вам донести непосредственно на презентацию. У презентации нет цели рассказать вам подробности во всех технических аспектах технологии Skyway, обо всем, что можно делать в личном кабинете и так далее. У нас для этого есть целый ряд других мероприятий. Цель донести до вас информацию, что вы можете стать частью крупного инновационно-инвестиционного проекта. То есть приложить свои физические усилия, моральные, духовные, финансовые ресурсы используют для того, чтобы их приумножить. Ну и стать частью того большого проекта, который в ближайшее время будет реализован и у вас будет от чего еще и гордиться собой. Делиться информацией потом со своими потомками, чтобы вы приняли участие в проекте, не прошли мимо него. И этот проект круто изменил и вашу жизнь, и тех людей, которые окружают вас на сегодняшний день. То есть каждому из них вы можете дать возможность стать инвестором в нашем проекте, а возможно и зарабатывать деньги по партнерской программе. Что из себя представляет партнерская программа, как я вам говорил, завтра в 18 часов. Рады будем видеть ваш новый вебинар. Донесем информацию о тех процентах, которые есть и так далее. Не знаю, Рита вот говорит, что что-то новое. В принципе, ну какие-то новости, да. Цель вообще презентация, она стандартная. Дать понимание, с чем мы имеем дело. У большинства людей, которые любопытные, которые все-таки хотят разобраться в этом, это вызывает просто вопросы, да. Соответственно, они начинают находить ответы на эти вопросы. Посещать наши другие мероприятия, больше подробно знакомиться с технологией, задавать вопросы тем людям, которых пригласили. Кстати, если это происходит в вашей жизни, то, наверное, я рад, что где-то там затронул струну чьей-то души и люди стали интересоваться и разбираться. Ну и цель, наверное, именно в этом, да. Чтобы у нас люди понимали, что сейчас очень важное время, очень интересное время, очень интересный проект, который может и помочь им, и эти люди могут помочь нам. Что очень важно. То есть мы идем в таком симбиозе. Теперь вопросы я видел. Здесь были заданы, да. На данном складе, кстати, вы видите координаты нашей компании, телефон, адрес. На следующей неделе недалеко от этого офиса у нас во вторник будет проходить живое мероприятие в городе Москва. То есть те из вас, у кого есть друзья, знакомые в Москве, информацию об этом мы разместим в чате. В московском чате, да, эта информация будет размещена на наших интернет-ресурсах в различных группах. Вот. И также, наверное, будет сделана рассылка по базе электронных адресов наших партнеров, что 12-го числа в гостинице Татьяна в Москве с 19.30 на первом этаже есть там зал Марина, который вмещает порядка сотни человек. Вы можете пригласить тех людей, которым может быть интересна информация, которую мы доносим на своих презентациях. Это будет в живом формате. Сейчас я ваши глаз не вижу, мы общаемся в интернете. Вот. С живыми людьми, вы понимаете, оно интересно общаться. По поводу Brexit, да, вот вы знаете, даже экономисты, которые сегодня там дают, делают прогнозы, люди, которые зарабатывают на движении, скажем так, на росте акций, либо на их падении, не могут сейчас предсказать, что даст Brexit. Но одно могу сказать, что мы, в принципе, к Великобритании имеем отношение поскольку, поскольку, да, все, что у нас происходит на сегодняшний день, происходит на территории Республики Беларусь, строительство экотехнопарка и так далее. Вот. И как бы вышла Анна из Евросоюза или не вышла, ну, наверное, большой роли не сыграет для развития нашего проекта, потому что вот страна, которая очень активно сегодня, скажем так, внедрилась в развитие нашего проекта, это Австралия. Австралию тоже можно отнести, скажем, к королевской семье, да, грубо говоря, потому что там Новая Зеландия, Австралия, еще целый ряд регионов, где на флаге изображен флаг Великобритании и территории считаются подконтрольными королями Великобритании. Но, тем не менее, австралийцы видят перспективу использования данной технологии на своей территории, вот, как бы это так, они не имеют тоже никакого отношения к Брекситу, к Евросоюзу, да, то есть это страна совершенно на отдельном континенте, поэтому ничего страшного, я думаю, не случилось, то, что англичане вышли, они сами пусть разбираются, надо это было или нет, как это отразится на Европе и так далее. Вот, ну, в принципе, кстати, по поводу новых пакетов, да, по поводу шелкового, китайцев по поводу шелкового пути, ну, если вы внимательно следите за эту информацию, я уже слышу больше года, наверное, да, где говорят, что вот этот шелковый путь, там, и так далее, и так далее, и Россия-то участвует, там, РЖД в этом принимать участие будет, и прочее-прочее, но пока будем говорить, вот, и ныне там, да, китайцы попробовали, там, один или два поезда направить в охот России, там, еще каким-то образом, но пока этот проект не зажил, вот. Ну, и предлагать китайцам, наверное, реализацию данного проекта где-то, может быть, и не моя работа, да, потому что у нас есть специально обученные люди, как мы говорим, которые работают в Минске, вот. Презентация нашей технологии идут не только вот так вот среди людей, обычных физических лиц, которые могут стать участниками нашего краудинвестингового проекта, да, так же все, и ведутся переговоры на высоком уровне, нам не обо всем рассказывают, и надо ли это, да. Главное, чтобы технология продвигалась, главное, чтобы приходили денежные средства, главное, чтобы мы построили эко-технопарк, и после этого начали, ну, мировую экспансию, может быть, я громко говорю, но тем не менее, именно так. Да, про новые пакеты, спасибо вам, Елена, да, действительно, появились новые пакеты, вот, ну, и отслеживайте информацию, потому что, кто его знает, может, еще что-то появилось. Те, кто приходят на вебинары, как правило, действительно получают, ну, последние новости, да, для развития нашего проекта. Я не могу сказать, что они у нас аховые каждый день, но тем не менее, что-то новое каждый день происходит. Коллеги, если больше нет вопросов, ну, наверное, со своей стороны только могу поблагодарить вас за то, что были сегодня на нашем вебинаре. Как я говорил, подобное будет 18 часов в четверг, что-то подобное, да, потому что формат будет тот же, но, конечно, повторить слово в слово каждую презентацию невозможно. Да и не в этом цель. Цель донести, наверное, материал в таком смысле, то есть, основной конвок, да, чтобы люди захотели разобраться, понять и двигаться в этом направлении. По поводу райской презентации, пока материала у меня никакого нет, я в них участия не принимал, там, да, то есть, это были организованы лидерами регионов. Возможно, в новостях, если к нам поступят новости из этих регионов, как там прошло и что дальше, да, мы об этом тоже расскажем. Одно могу сказать, что у нас сегодня разместили информацию на сайте в разделе о компании региональные лидеры, там вы по ссылке можете пройти и посмотреть даты, да, и тех людей, которые будут проводить мероприятия в целом ряде стран и регионов и городов. Это сегодня размещено. И на сайте Анатолия Юницкого, www.unitsky.com, вы можете зайти на его главную страницу, справа там есть раздел, где новости печатаются, да, и там есть расписание мероприятий на эту неделю. В том расписании вы можете одновременно найти и онлайн мероприятия, которые проходят, и которые проходят в живом формате в разных городах и странах. То есть два там есть Skyway Capital в разделе о компании региональные лидеры и на сайте Юницкого вы можете найти общее расписание, где и оффлайн, и онлайн мероприятия. Принято решение каждую неделю эту информацию укладывать. Если больше вопросов нет, коллеги, тогда давайте будем прощаться. Я останавливаю записи.